Семен Сокур Семен Сокур Мы обучаем большинство сейчас дистанционно, есть теоретические оффлайн занятия, по QR-кодам прокомментировать ничего не могу, потому что нет рекомендаций, но рекомендуем получить QR-код в любом случае, потому что он пригодится еще в разных других отраслях. А вождение проходит один на один, там рисков не так много, тем более у нас у единственных есть своя студия, где мы проводим озонирование автомобилей каждый день и как-то подстраховываем наших учеников от того, чтобы вероятность была меньше. И обрабатываем, естественно. Поэтому какие-то меры принимаются. Будем надеяться, что это все как-то рано или поздно закончится. И QR-код в любом случае нужен, всем рекомендую получить, пройти вакцинацию. А вот в пандемию COVID-19 как-то по-другому стали работать автошколы? Может быть, рассадка поменялась? Может быть, количество учеников теперь по большим классам распределяется? Вот повлияло это дистанционное обучение. То есть процент увеличился в сторону дистанционного обучения. И, наверное, для нас это тоже правильнее, потому что мы не подвергаем риску учеников. А в целом такая тенденция. Я бы не сказал, что что-то прям критически изменилось, потому что водительское удостоверение получается один раз в жизни. А COVID-19 приходит и уходит. Поэтому я думаю, что люди понимают это. Один раз в жизни учатся в хороших школах, где все обрабатывается и все проходит. Ну, в крупных, так скажем. Я думаю, здесь рисков не так много. Поэтому у нас количество заболевших из сотрудников практически минимально, потому что мы сделали вакцинацию отдельно для своей компании. И всех заранее предупредили, все прошли под нашу запись, так скажем. Мы понимаем и видим, что те, кто работают с людьми, они более-менее защищены, поэтому все хорошо. Вы вот говорили про удаленку, про дистанционные уроки, теорию. Как это влияет на качество? Либо нет? Вы проследили? Хороший вопрос, очень классный. На самом деле дистанционное обучение во многих организациях есть, но оно все разное. И мы очень задались этим вопросом, потратили много денег, средств, опыта, попробовали вообще в другой сфере дистанционного обучения, как оно работает, более продвинутое. И сделали такой, знаете, уникальный продукт дистанционного обучения. Он проходит частично с видеоуроками, частично с преподавателем по Зуму. И мы продумали, и стало сразу качество и процент сдачи, и вовлеченность самое главное. У нас одно из проблем обучающихся – это вовлеченность. Не то, что там трудно выучить или там трудно позаниматься, а надо возбудить интерес. Поэтому вот наша уникальная программа, она позволила нам сделать более быстро обучаемых людей и более вовлеченных. Соответственно, процент сдачи выше, чем везде. А время обучения из-за этого увеличилось, либо наоборот сократилось? Нет, два с половиной месяца. Оно больше привязано к практическим занятиям. И практические занятия – это более ответственная и более такая сложная история, потому что теорию выучить, в принципе, более универсально можно сделать. Практика очень индивидуальна, поэтому там больше времени уходит на вождение. Вождение у нас ничего не меняется. Ну, наверное, вы слышали уже, что QR-коды планируют вести в общественном транспорте. Слышали. В связи с этим вопрос. Может быть, как-то прогнозируете, пересядут ли амичи на личный транспорт, пойдут ли учиться? Очень бы этого хотелось, чтобы они в правильные школы шли. Если честно, мое мнение, наверное, не так напрямую связано именно там QR-код в общественном транспорте. Но при этом мой прогноз, что, надеюсь, скоро закончится. Надеюсь. Ну, в какое-то время. И так это прямо не будет связано. Но приходите к нам без проблем. Будем больше обучать. Наши мощности готовы, чтобы больше это делать. А вообще какие факторы влияют? Либо на снижение, либо на увеличение учеников? Либо это какие-то сезонные? Это называется отложенный спрос. То есть, когда закрывается все, конечно, спад везде. И есть потери финансовые. И вообще это сбои. Но вот показала первая волна, что после открытия у нас повышенный спрос появился. То есть, группы стали больше набираться, чем вообще мы прогнозировали. Слава Богу. Надеюсь, что сейчас уже люди подпривыкли, уже могут как-то адаптироваться под эти ситуации. Поэтому и мы, главное, адаптируемся. То есть, мы можем заключить договор дистанционно, спокойно, со всеми прозрачными условиями. У нас сейчас там мобильное приложение можно оплатить, там, как условно, в разных продвинутых компаниях. И надеюсь, что доверие к нашей компании относительно высокое. И это позволяет нам, в принципе, без потерь практически двигаться. Сильно не жалуемся. А вот автошколы, как сегмент предпринимательства в COVID-19, в локдаун. Сейчас у нас есть кое-какие ограничения. Пострадали финансово? Ну, вообще, как бизнес? Конечно, пострадали. Однозначно. Но, смотря кто как адаптировался к этим страданиям, постраданиям. Потому что мы, допустим, на период закрытых классов делали просто ремонт во всех классах. И мы использовали из отрицательной ситуации в положительную. И после того, как появился спрос и открыли, мы, надеясь, что круто подросли и стараемся эту динамику сохранить. Поэтому сейчас все любые ограничения и изменения мы воспринимаем как вызов к тому, чтобы сделать что-то лучше и воспользоваться этой ситуацией. Вот, как бы, страдать не привыкли относительно. Если уже отойти от темы коронавируса, с 1 апреля новые правила сдачи экзамена водительские права. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Многие, которые собираются еще учиться, не знают, как было по старинке, да? Что изменилось? Изменилось. Второй, так скажем, этап практически объединили из двух этапов в один. Это площадка и город. Ну, это такие ключевые вещи, просто чтобы на простом языке объяснить. И одним этапом сдается сразу и элементы площадки, и города. Тем более элементы площадки используются в самом городе, в самом практическом, в настоящее время. Что изменилось? Да, те школы, которые заучивали площадку, которые там как-то пытались на каких-то отношениях, чтобы у них какие-то люди задавали, ну, в общем, какие-то субъективные вещи, они ушли в сторону. И те школы, которые не научились обучать по-настоящему, там, оцифровывать, делать рейтинг, допустим, инструкторов, кто как готовит, им стало очень тяжелее, и в этих школах процент понизился. В наших больших, цифровых, так мы их называем уже, естественно, у нас, наоборот, процент даже чуть повысился сдачи. И я бы всех призывал, что перед тем, как пойти учиться, просто есть официальный сайт ГИБДД, где есть статистика процентов сдачи. Соответственно, в какой школе процент выше, там и обучают правильнее. И ожидаемый, конечно, результат – это все-таки водительское удостоверение, тот, кто хочет учиться. И там, наверное, быстрее достигаем мы. Поэтому без рекламы, но на это надо обращать внимание. Сейчас очень сильно рынок наш трясет. И вот те, так скажем, как бы не обидеть партнеров, товарищей, те, кто очень давно этим занимаются, которые не понимают сейчас, что происходит, как адаптироваться, разъезжаются на дачи, то, естественно, они уже уходят в прошлое. И процент сдачи, то есть не понимают, как обучить, чтобы человек сдавал экзамен. Мы, слава богу, поняли, и все более-менее официальная статистика, и мы к этому стремимся. Это наш ожидаемый конечный результат. Мы себе ставим цель, что нам нужно качество обучения. За этим будущее. Все, друзей нет никого. Вот еще интересно, в последнее время поменялся как-то, поменялись как-то ученики? Больше молодежи, больше возрастных людей. Вот прям интересно. Поменялись. Я работал три года инструктором. Это был 2008 по 2011 год. Прошло уже 10 лет. У меня был процент весомый, это людей, которые уже имели опыт, пробовали ездить за городом, в деревнях. Сейчас этот процент понижается. Практически к нулю сводится. Почему-то наша молодежь перестала быть так заинтересована, как мы были. Заинтересованы, когда у нас не было прав, нас это тянуло. Сейчас такое поколение, как называется, Apple, Coca-Cola, я не знаю, чего-либо. Молодежи почему-то, к сожалению, не так. Это процентом соотношений интересно. Также адаптируемся и преобладаем на коробку автомат. Каждый год или каждый квартал у нас преобладание людей, желающих на коробке автомата, обучаться выше постепенно. Понятно, что если на общую массу людей взять, то на механике больше обучается, но потихоньку-потихоньку процент к автомату идет увеличение. Это говорит о том, что люди не хотят сильно заморачиваться. У нас сократили программу изучения технической части автомобиля, то есть загорелась ошибка, едьте в сервис, все, вот ответ. Наверное, это правильно в какой-то плане, но мир меняется, это неизбежно, мы должны это понимать и воспринимать это как что-то неизменяемое. Поэтому мы адаптируемся. Коронавирус адаптируемся, закрыли, адаптируемся. Поменяли правила приема экзамена, площадки закрыли. Ну, не закрыли, исключили их на самом экзамене. Мы, естественно, подаптируемся к этой ситуации. Завтра скажут, надо взлетать, будем взлетать без проблем. Хорошо, наверное, уже в завершении разговора, в следующем году, уже скоро 2022, что-то будет меняться в правилах, в обучении? В обучении будет меняться, новая программа обучения разрабатывается, будут изменены, возможно, часы, практики или теории. Над этим мы наблюдаем. Опять же, повторюсь, подстроимся под любую программу, под любые условия. В принципе, я думаю, что учиться можно, нужно. И, как вы говорите в автобусах QR-коды, личный транспорт, по крайней мере, в регионах он преобладает, интерес к нему не пропадает. Тем более, в двух словах появляются электромобили, которые мы понимаем, что за этим будущее и действительно сами их там пробуем, тестируем, частично их внедряем даже в процессы обучения. И по ощущениям мне лично, что этот автомобиль проще и он технологичнее и его использовать проще. То есть, его меньше надо обслуживать, меньше надо вот эту операционку вникать. И поэтому за этим будущее круто будет. То есть, у вас есть программа обучения по электромобилю или как? Или еще пока нельзя? Здесь, условно, повышение квалификации, потому что есть принципиальные особенности электромобилей. Они, ну, так высловало для зрителей, кто примерно понимает, да, там, управление автомобилем. То есть, они больше заточены на управление газом, практически без тормоза. Отпускаешь газ, автомобиль останавливается, нажимаешь, он едет. Есть, ну, и специфика, естественно, в программном обеспечении. Она вся, так скажем, больше как телефон заточена. И некоторым людям просто непривычно и непонятно мы делаем повышение квалификации. То есть, тот, кто планирует покупать электромобиль, может спокойно прийти к нам на курсы, пройти, поездить, понять, нужно это ему, не нужно и так далее. А мечи приходят? Конечно, приходят. То есть, уже электромобили в Омске появились? Мы уже третью покупаем Теслу, и это круто, интерес у людей очень большой, хотя Омск, наверное, не самый прогрессирующий город, но очень интерес большой. И на самом деле это все прям объяснимо, это понятно. И после того, как я сам поездил или езжу, я понимаю, в чем весь смысл, поэтому ждете и ждем. Вообще, у нас есть цель, что мы через некоторое время, через несколько лет будем и даже простой сегмент учебных автомобилей переводить на электро. То есть, здесь есть и экономика, и экология, самое главное. Мы же стараемся быть современными, и современные, я надеюсь, и, естественно, мы все принципиальные вещи и молодежи тоже берем, потому что основная часть – это молодежь, обучающихся. Мы берем эти тренды, и это правильно. Мы же должны под клиента подстраиваться, не клиент под нас. Семен, большое спасибо вам за беседу. Пожалуйста. А я напомню, это было интервью с основателем Федеральной сети Академии вождения Семеном Сокуром. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Кишмирешкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Анастасия Кишмирешкина. Продолжение следует...